Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Разумеется, снова возвращаемся на финансовые рынки и смотрим за теми интересными событиями, которые произошли за последние торговые сутки и, собственно, за тем, как они повлияли на наши прежние инвестиционные идеи, которых мы, собственно, придерживаемся уже довольно-таки давно. Стоит отметить, что в ходе сегодняшнего брифинга, собственно, как и всегда, я анонсирую очередное кодовое слово, которое позволит вам получить бонусное пополнение в рамках компании А-Маркетс. Соответственно, чтобы воспользоваться этим предложением, нужно будет связаться с вашим персональным менеджером, собственно, как и всегда, обменять это слово, разумеется, на бонусное пополнение. Сегодня величина бонуса 7%, и также, собственно, как и всегда, действует он до следующего брифинга, то есть до завтрашнего утра. Ну, а теперь, собственно, давайте переходить к нашим традиционным активам, с которых мы начинаем каждый брифинг. Это определение текущей ситуации, характерной для рынка черного золота, то есть для нефти. Актуальные котировки на данный момент 47.36. Мы видим то, что бренд планомерно снижается, уже добрался до нашей новой цели, которую мы поставили несколько недель назад. Это практически еще чуть-чуть, и будет уровень 47. Наша долгосрочная цель 45, и я думаю, что, учитывая сохранение этого коррекционного импульса, нефть непременно доберется и до этого значения. Причины для активизации продаж по позициям энергосырья, мне кажется, здесь стоит отметить, опять же, конференцию Кристин Лагард, точнее, ее интервью, которое на «Ла Французской газете». Мы, в частности, вчера об этом уже говорили, но сейчас видно то, что резонанс уже на рынке пошел. Действительно, все стали дисконтировать этот скепсис со стороны столь видного чиновника вместе, собственно, с ней на перспективы темпов экономического расширения мировой экономики. Если Кристин Лагард, соответственно, не видит оснований для прежних ожиданий в 3,3% расширения в 2015 году, значит, наверное, их действительно нет. Что касается 2016 года, напомню, что прежняя оценка предполагала рост мировой экономики до 3,8%. Сейчас, на фоне тех экономических и глобальных рисков, которые присутствуют в мире, стоит отметить, что эти показатели также являются уже абсолютно нереалистичными. Другими словами, готовимся к еще более тяжелым временам для мировой экономики. Разумеется, мировая экономика – это схвачена деятельности и экономических результатов ключевых регионов мира. И, соответственно, я думаю, что очень много рисков придет еще и со стороны Китая. Поэтому снижение темпов роста мировой экономики – это серьезный предопределяющий фактор стратегического и тактического давления на позиции черного золота. Другой негативный момент, который также стоит отметить, – это вчерашняя публикация данных по росту прибыли китайских промышленников. В частности, прибыли снизились на 8% по итогам августа и сравнивать, разумеется, с англичным периодом прошлого года. Получается, что экономический спад, который мы констатировали, опять же, макроэкономическую слабость экономики Поднебесной, и, собственно, этот негатив уже добрался до такой категории, как результаты экономической деятельности компании, что в целом, наверное, еще больше создает риски для дальнейшей макроэкономической стабильности. Ну и, разумеется, никак не позволяет нам предположить либо допустить возможное экономическое восстановление в самое ближайшее время. Поэтому Китай у нас остается ключевой темой, мне кажется, даже не долгосрочного, влияния. Ну и, учитывая, как, в частности, рисковые инструменты реагируют на малейший негатив со стороны Китая, я думаю, что именно, опять же, состояние и китайского фондового рынка сейчас в неимении, скажем, важных макроэкономических данных, это тема, на которую обязательно стоит сейчас ориентироваться. Собственно, про китайский индекс и то, как он открыл сегодняшнюю торговую сессию, мы еще чуть позже поговорим. Но, в целом, я думаю, что если вы внимательно следите за каждодневными брифингами, вы прекрасно понимаете, что шанхайский композитный индекс является для нас действительно настоящим барометром именно спроса на рисковые инструменты и, разумеется, на защитные активы тоже. Вернемся к нефти. Если такая слабая картина складывается по мировой экономике в целом, если мы по-прежнему допускаем еще более утручающие макроэкономические показатели по Китаю, значит, к сожалению, ни о каком восстановлении спроса пока говорить ни в коем случае не нужно. А, напротив, наверное, нужно делать ставку на еще большее его падение и, соответственно, на еще большее давление на позиции черного золота. Плюс ко всему у нас никуда не девается еще и прежний фундаментальный фон – это переизбыток предложений, это все-таки ожидание заседания ОПЕК, которое пойдет уж ясно уже, что не раньше декабря 2015 года. Соответственно, это постоянный рост объемов производства, в частности, об актуальных цифрах мы поговорим уже буквально через неделю, касательно того, сколько ОПЕК добыл нефти по итогам, соответственно, сентября. Но я думаю, что там, так же, как и в прошлые месяцы, будет незначительный прирост, что в целом будет свидетельствовать о том, что ОПЕК по-прежнему старается сохранить собственную долю и в одиночку не хочет вмешиваться, разумеется, в ту актуальную экономическую конъюнтуру, которая складывается в отношении цен на позиции черного золота. 47 уже, по сути, по бренду у нас до этого значения рукой подать. Я думаю, что это так же будет лишь перевалочным рубежом. Дальше мы пойдем, соответственно, еще глубже. Напоминаю, наша цель 45, до нее, наверное, при неизменности информационного и фундаментального фона мы обязательно доберемся. Что касается российской валюты, актуальная котировка на премаркете 66.25. Видим то, что рубль, как и предполагалось, не смог получить поддержку от налогового периода. Действительно, этот новостной фон уже давно не сказывается позитивным образом в динамике российской валюты. Сейчас на рынке присутствует только один триггер и катализатор движения российского актива. Это, разумеется, нефть. И поскольку Brent вчера неплохо просел, даже на сегодняшней азиатской торговой сессии, учитывая снижение шанхайского композитного индекса, думаю, Brent сможет закрыть день еще ниже сегодня. Разумеется, стоит ожидать такого же полномерного и последовательного давления на позиции российской валюты. То есть, 65 – это по-прежнему нереальный уровень для российской валюты. Но я думаю, что если только Brent снова умудрится подобраться к полтиннику за баррель, тогда у рубля появятся, может быть, оправданные возможности для закрепления ниже 65. Но пока это нереалистичный сценарий. Давайте все-таки руководствоваться актуальным новостным фоном и действительно реальными тенденциями. Все идет к тому, что рубль снова против доллара окажется выше 60, соответственно, 7. Я думаю, что, может быть, это произойдет уже до конца сегодняшней торговой сессии. Позитивного взгляда в отношении российской валюты у нас нет. Наша долгосрочная цель, так же, как и недели ранее, предполагает возможность еще одного уверенного витка девальвации российского актива и движения пары USD-RAP выше уровня 70, ну или, по крайней мере, в район этого значения. Идем дальше. Европейская валюта. Вчерашнюю торговую сессию в целом, наверное, можно также, если анализировать и раскладывать по полочкам, разделить на два периода. Это, собственно, азиатская торговая сессия и большая половина европейской торговой сессии, когда евро активно приседал против своего основного конкурента доллара. В частности, мы видели, как минимальное значение по дню составило 1,1145. Факторов для снижения главного валютного риска также было достаточно. Мы возвращались к общей картине ожидания доп. мер экономического стимулирования, разумеется. Мы делали ставку на очевидный рост и силы американской валюты, на расхождение монетарных политик, на спредоходности между немецкими бонусами и, соответственно, американскими трежериями, что в целом создавало хорошие, во неимении других, скажем, факторов, возможности для тактических продаж главного валютного риска. Но ситуация, опять же, изменилась уже к концу европейской торговой сессии, и когда к рынку подключились американские фондовики, потащившие, собственно, национальную фондовую секцию, глубоко вниз, в частности, американский фондовый рынок по итогам вчерашнего дня закрылся на минимальных уровнях с августа. И получается, что в качестве негативного фактора, опять же, для американских фондовых трейдеров выступила публикация данных по снижению объемов, точнее, по снижению показателя прибыли, опять же, китайской компании. Напомню, что она снизилась на 8% по сравнению с англичным периодом прошлого года. То есть, риски снова стали актуальными, разумеется, все снова отметили возможность еще больше просадки экономики Китая, что, в целом, по принципу цепной реакции негативом стало сказываться и на фондовых рынках тоже. Поскольку стал сыпаться американский фондовый рынок, резко возрос спрос на защитные активы, мы видели, как большой интерес был к японской иене, в частности, если говорить про пару USD иена, то, несмотря даже на предпосылки возможности закрепления этого тандема валютных активов выше 120, опять же, повышенный спрос на японскую иену стал причиной уже ослабления американца, и пара снова ушла ниже значения 120. Ну, о паре USD иена мы еще поговорим. Давайте все-таки закончим с европейской валюты. Если, разумеется, повысился спрос на защитные активы, европейская валюта тут же стала дисконтировать это в собственную стоимость в качестве позитива, потому что, еще раз напомню, что евро – это валюта финансирования, фондирования. Также европейская валюта используется для хеджа коротких сделок, то есть европейские фондовики начинают, соответственно, открывать ланги по этому тандему валютных активов. И получается, что если, скажем, на рынке присутствует негатив, связанный с оснижением китайской фондовой секции и таких же негативных предпосылок для американского и европейского фондового рынка, значит, наши прежние идеи, которые предполагают ослабление европейской валюты из-за доп. мер экономического стимулирования, отходят несколько на второй план. То есть не забывайте об этом, это как альтернативный сценарий поведения. Если прям с утра просыпаемся, открываем динамику шанхайского композитного индекса, в частности, если посмотрите сейчас, на актуальной котировке индекс снова снижается, уже просыпался на 2%, и поэтому, разумеется, снова сейчас в фаворе именно японская иена. Я думаю, что и франк тоже должен сейчас, конечно же, оказаться более предсказуемым с точки зрения движения и, соответственно, повышенного интереса к себе. Поэтому сейчас европейская валюта снова растет на азиатской торговой сессии. Если ситуация на фондовых рынках изменится, то, соответственно, евро пойдет вниз, тем более, что в качестве дополнительного негатива все-таки присутствуют еще ожидания сильных макроэкономических данных по США. То есть на этой неделе статистики достаточны, и прежде всего мы ориентируемся на американские данные по состоянию рынка труда. То есть сначала EDP, завтра уже, и non-farm parallels в пятницу. Если китайский фондовый рынок закрывается в минусе, соответственно, европейские фондовые трейдеры также подхватывают эту негативную динамику, и, соответственно, давление, то есть спрос на европейскую валюту будет сохраняться. В общем, два сценария, я думаю, что они понятны. Что касается других валютных пар. Доллар японская иена. Вчера, по сути, можно отметить, был день конференции. В частности, сначала в первые половины дня выступил представитель ФРС Датли, который, собственно, снова высказал достаточных комплиментов в адрес американской экономики. Сообщил о том, что показатели по инфляции стабильны, собственно, ждет восходящего движения этого индикатора. И считаю то, что повышение процентных ставок также нужно уже начинать до конца этого года. После были опубликованы данные по динамике личных доходов и личных расходов. Статистика хорошая. В частности, личные расходы выросли до 0,4%. Личные расходы являются очень серьезным фактором, который позволяет нам прогнозировать определенные показатели по темпам экономического расширения американской экономики. Но с этим, на самом деле, у ведущей экономики мира все достаточно неплохо, учитывая пятничные показатели расширения на 3,9%. Но если сейчас мы видим, что растут личные расходы, значит, можно говорить о том, что две трети экономического роста имеют уже достаточные предпосылки для еще более хороших макроэкономических данных в будущем. Поэтому это еще один позитив, который должен подстегивать спекуляции на тему сроков нормализации денежно-кредитной политики. После публикации этих данных уже в качестве десерта дня можно отметить уже конференцию Вильямса, также представителя ФРС, уже голосующего члена, который также отметил, что на текущий момент видит уже возникновение рисков дисбаланса в американской экономике и снять эти риски может, опять же, только повышение процентной ставки. Лучше с этим не тянуть, разумеется, переходить к ужесточению монетарной политики уже до конца этого года. И лично он отдаст свой голос в пользу этого решения. Поэтому за последний месяц у нас уже набрался, скажем так, хороший коллектив тех, скажем, американских чиновников монетарных, которые действительно будут, наверное, следовать делам за словом и, может быть, ускорят сроки повышения процентной ставки, особенно если эта позиция останется такой же солидарной. Поэтому нам нужно продолжать готовиться к тому, что это долгожданное событие в плане ужесточения монетарной политики произойдет уже совсем скоро, то есть по итогам октябрьского заседания, когда мы, может быть, наконец-таки сможем закрыть одну из самых надоедливых тем за последнее время – это повышение процентных ставок. До этих пор я считаю то, что, разумеется, статистика, которая будет выходить по США, может оказать лишь дополнительную, скажем, поддержку американцу, разумеется, тем более, что если, опять же, руководствоваться ожиданиями, они очень неплохие и, соответственно, только будут свидетельствовать о том, что экономика США продолжает восстанавливаться. Поэтому наша цель по USD и иене – сейчас ждем закрепления выше уровня 121.50, долгосрочная цель – 125. Единственное, что сейчас является причиной, скажем, отказа от покупок американца – это, опять же, повышенный спрос на защитные активы, что становится реальным вследствие снижения китайского фондового рынка. Но это не вечная тема, поэтому, может быть, уже до конца сегодняшнего дня, разумеется, настроение на фондовых, мировых фондовых рынках изменится. Может быть, и завтра мы увидим уже совершенно другую динамику даже в рамках шанхайского композитного индекса. И, соответственно, будем ожидать все-таки прежнего спроса на позиции американского доллара. Фунт актуальной котировки 1.51.67. Фунт не изменяет своему локальному тренду, хотя он уже становится вполне долгосрочным. Мы видим то, что затяжное снижение продолжается, как мы предполагали, уже с локального хай, который был зафиксирован, по сути, двумя неделями ранее. Фунт против доллара потерял больше 500 пунктов. Мы уже находимся в рынке с уровня 1.52, то есть профит уже налицо, правда, незначительный. Мы хотим больше, поскольку наша цель 1.50, и я думаю, что мы до туда доберемся. Негативного фона сейчас достаточно. Мы прекрасно знаем, что в целом все указывает в пользу того, что британская валюта и дальше будет оставаться одним из локальных аутсайдеров. В частности, сегодня точно в 22.40 состоится конференция руководителя Банка Англии Марка Карни, где, соответственно, снова будет определена позиция в отношении глобальных рисков, характерных для экономики Англии. И напомню, согласно прошлой позиции Карни, именно о снижении темпов экономического роста мировой экономики, опять же, эти негативные тенденции, они уже активно дисконтируются в экономике Британии и, разумеется, являются причиной, опять же, переноса сроков повышения процентной ставки, потому что лучше с столь важным решением не торопиться, тогда, когда ситуация со глобальными рисками еще не ясна. Я уверен, что точно такая же риторика, абсолютно точно такая же риторика, будет озвучена и в ходе сегодняшней конференции, значит, наверное, с большей долей вероятности, можно сказать, для британца конференция станет еще одним фундаментальным негативом, может быть, который в итоге позволит оказать еще большее давление на позиции фонда и, соответственно, приблизить нашу среднюю срочную цель, которая позначена в районе 1,5. Что касается кодового слова на сегодня, это фонд, еще раз напоминаю, величина бонуса 7%, действует он до завтрашнего брифинга. Поэтому, если есть вопросы, оставляйте их на нашем официальном канале на YouTube, соответственно, отвечу на них уже завтра. Большое спасибо за внимание, всего доброго, до свидания!